как сейчас помню конец 90-х утра субботы мы завтракаем всей семьей и смотрим каламбур по орт премьера шоу прошла в далеком девяносто шестом году его создали участники популярнейшего на тот момент маски-шоу там они были на вторых и третьих ролях и им захотелось чего-то своего видеокомиксы вот главная фишка и идея шоу каламбур воплощать ее принялись юрий стыцковский он же кстати был и режиссером алексей агапьян татьяна иванова вадим набоков и сергей глотков мы в гостях у телевизионного журнала каламбур да правильно сказал или каламбур но в русском языке бегло ударение поэтому где хочу там и ставлю но хотелось бы от вас тоже чем-нибудь услышать такое забавное веселое неожиданное но неожиданное рассказывает что у нас три актера глухонемых они не разговаривают обычно пять актеров играли каждый с десяток ролей в различных рубриках самые любимые конечно это например крутое пике и гипош лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров действующие лица неунывающий и мужественный командор изобретательный и находчивый второй пилот линкенс ну и конечно топ из топов это деревня дураков эту музыку я думаю знают даже те кто ни разу не смотрел каламбур мужика с усами и в красном шарфе сыграл сергей глотков в этой роли нет слов практически немое кино играть нужно только жестами сергей совершенно гениально с этим справился 19 октября двадцать третьего года стало известно что сергея глоткова не стало ему было 60 лет в каламбуре он также сыграл дранкеля и железного капута миссис бупал и конечно же паникующего диспетчера пассажирский самолет бройлер 747 терпит крушение над водами атлантического океана в течение трехсот двадцати пяти серий когда в 2001 отсняв 6 сезонов и 136 серий каламбур закрыли сергей глотков единственный из всех решил завязать с актерством в каламбуре он кстати также по совместительству работал звукорежиссером и решил заниматься только этим а еще он начал выпускать мультик про деревню дураков шесть лет назад все актеры встретились в полном составе в последний раз правда это было виртуальном формате вот они нас и вот она шапка вот здесь черные очки и этот шарфик красный шарфик который все узнали сережка а ты мог бы сделать продолжение и тоже снять снять свою маску снять вот этот красный носик и усы чтобы наши зрители увидели тебя в шапочку можешь не снимать с чем связаны связано то что ты сейчас а вот отпустил такую бороду что сказать ребята просто старость на самом деле наступили времена то есть ты пытаешься соответствовать своему возрасту 30 я уже не могу я уже не могу быть таким маленьким веселым пацаненком а это все-таки солидно и потом я больше час перехожу в статус звукорежиссера а ну а звукорежиссер без бороды что за звукорежиссер